Если на вашем приусадебном участке земля стала каменистой или белёсой, значит, выращиваемость здесь культуры забрали из почвы все питательные вещества, и почву нужно обогащать. С этой задачей прекрасно справляются седираты. Они обогащают почву основным органическим веществом — гумусом. Именно он удерживает влагу и элементы питания. В природе существует более 20 видов седиратов, но выбирать их нужно с учётом состояния почвы. Например, в почвах Южного Урала избыток азота, а вот калия и молитдена — нехватка. По опыту садовода Владимира Петелина, на наших участках необходимо сеять такой полезный седират, как рожь. Важно знать, что сеять нужно рожь прошлогоднюю, так как рожь этого года даёт плохие всходы. Что даёт рожь? Рожь мы сеем в конце августа, в начале сентября. Рожь у нас пойдёт в зиму. Она даст мощную корневую систему. Перед зимой мы её скошим, оставим её в качестве мульчи. А корневая система нам так взрыхлит почву ржи, что туда будет и доступ воздуха, и доступ воды. Ещё один прекрасный седират для наших почв — фацелия. Самым большим достоинством этого растения является то, что вслед за ним можно высаживать томаты, огурцы, капусту, делая лунки непосредственно среди растущей молодой фацелии. Фацелия обладает этими же свойствами, но кроме всего прочего, она ещё прекрасный медонос, привлекает насекомых опылителей на себя, красиво цветёт и структурирует почву. Даже тяжёлый суглинок после фацелии превращается в рыхлую почву. Срок цветения фацелии 40-45 дней, поэтому её нужно сеять несколько раз за сезон. Ещё одно полезное свойство фацелии — нектар цветка привлекает полезных насекомых, уничтожающих насекомых-вредителей. Каждый садовод выбирает свои седиратные культуры, но если садить их без учёта потребностей вашей почвы, то седиратные культуры не принесут пользы или, наоборот, навредят почве.